Сегодня мы будем очень быстро продвигаться, потому что нужно завершить книгу Даниила. И не забывайте, что нам еще предстоит вся книга Откровения. И остальные три дня останутся у нас на книгу Откровения. Поэтому мы будем очень быстро продвигаться по тексту. И сегодня у нас некоторые технические проблемы. Поэтому не будет презентации на экране, как было вчера. Поэтому вы делаете заметки. А, сегодня у вас нужно работать, да? Вам работы больше. Мы подходим к пятой главе. Это история о том, как рука писала на стене во время пира, которую устроил Валтасар. И как мы можем разделить эту главу? Первые четыре стиха. Валтасар оскверняет храмовые сосуды. В пятой-девятой стихе. Валтасар видит, как рука пишет на стене. В стихе 10-29. Данил интерпретирует надпись на стене. И последние два стиха, 30-31. Валтасар убит. И я думаю, что все прочитали книгу Даниила. И перед вами лежит книга Библия. Поэтому мы будем очень быстро продвигаться по нашим урокам. Если вы не прочитали, нужно вам сразу читать. Имя Балтасар означает «Вал, защити Бога, царя». И как вы знаете, Вал — это главное божество в Вавилоне. И последний халдийский царь, Навунит, передал царство своему сыну, передал царство своему сыну, когда его не было в Вавилоне в течение 10 лет. И царь Навунит возвратился в Вавилон только когда возникла угроза со стороны Персии. Навуходоносор умер приблизительно в 562 году до нашей эры. Сначала его преемником стал его сын, потом зять. А потом следующий сын, прежде чем Навунит стал царем. И некоторые дела спорят, провозглашал ли Навунит себя царем. Ибо же он был известен как царственный князь, царственный принц. То, что в третий год Навунида он принял царственность. И он пользовался теми преимуществами, что его отец. И это мы находим в археологических архивах, надписях. И вот мы сейчас подходим к великому пиршеству. И как мы видим в книге Эсфири, персам нравились разные развлечения. И хотя царь обычно обедал сам, и организовывали постоянные банкеты. И это был банкет, на котором были тысячи людей или сотни. И поэтому царь почтил своих гостей тем, что сам лично пришел туда. И он воссел на высоте, на троне, и обращаясь к гостям. И по обычаю также женщины были приглашены на такие банкеты. Но присутствие их на этом банкете, наверное, для того, чтобы придать больше экзотичности. И так же сказано, пока он пробовал вино, вкушал вино. И это было сделано от слова битэм, битэм, что означает «пробовать». Другими словами, его понимание, его мудрость приходило, когда он пил вино. Другими словами, в это время он был под воздействием алкоголя. И поэтому он приносит золотые и серебряные сосуды. И, конечно же, у них было достаточно сосудов, из которых они могли пить. И какова цель Балтасара? Он преднамеренно хочет выразить презрение к Богу Израиля. И поэтому его самопотворство ведет к богохульству. И факт, что эти сосуды, священные для тех, кто ненавидит идолопоклонство, И сама идея, что теперь эти сосуды будут использованы для того, чтобы поклоняться идолам, это еще больше усиливает такую обиду. И предшественник Балтасара, Навходоносор, В принципе, он все эти сосуды принес. И в конечном итоге он научился почитать того Бога, к которому принадлежали эти сосуды. Но Балтасар легкомысленно относится к Богу Израиля. И он пытается применить власть Вавилона и вавилонских богов над Богом Израиля. И это получилось ему сделать то, что он спровоцировал Бога изгнанников. И поэтому Бог Израиля, Бог Изгнанников, посылает Балтасару предупреждение, который только может быть интерпретирован тем, кто сам является изгнанником. Поэтому мы видим надпись рукой на стене. И в моей Библии, возможно, цифры, стихи не будут соответствовать вашим стихам. Как вы знаете, в разных периодах Библии иногда исчисление стихов разное. Но эта надпись на стене говорится в 5-6 стихах. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на известие стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колени на его стали биться одно от другое. И вот сразу же Бог отвечает на богохульство со стороны Валтасара. И видно, что каждый там присутствующий мог видеть надпись на стене. Но эта надпись больше касается самого Валтасара, а не народа. И может быть сама рука, которая появляется ради одного человека, была видимо только для него. Инстинктивно, хотя Валтасар не может прочесть, что там написано, он смущен из-за этого знамения, и он теряет всю уверенность и безопасность. И теперь он трясется из-за страха, в страхе. И он призывает мудрецов, чтобы здесь толковали надпись на стене. В седьмом, девятом стихах. Поэтому, как и в второй главе, он дает двойное задание для своих мудрецов. Во-первых, они должны прочесть послание, должны дать послание, что же было, и потом дать истолкование. И кто-то, кто это сделает, будет воздана почесть, престиж и вся сила Вавилона. И тот человек станет вторым, третьим человеком царствия после Валтасара, его отца. И затем пришли все мудрецы царя. И намек такой в том, что один приходил за другим, и последующий приходил, и так далее. Постоянно повторяется этот мотив через всю книгу Даниила. И это, на этом еще больше акцент делается. Странно, чужая мудрость на самом деле не помогает, если начинает вмешиваться Бог и говорить. Другими словами, если вы хотите получить послание от Бога, тогда нужно получить это от Божьего пророка. Поэтому царь встревожен из-за того, что мудрецов, его не получилось до толкования. И там сказано, что знатные его недоумевали. Мебтабшин, что означает смущены, запутаны. Они были спуганы и беспокойны. Но затем вступает на сцену царица и дает свое решение. В 10-12 стихах. И это, очевидно, вдова Навуходоносора. И она находится в такой позиции, что может приходить к царю без всякого приглашения. И говорит, что в твоем царстве есть человек. И, конечно, очевидно, к этому моменту Даниил уже пожилой человек. И, наверное, эта вдова была в те времена молодой невестой или молодой женой. И теперь к этому времени уже как эта вдова, так и на Даниил, они оба пожилые. И поэтому, если взять Балтасара, он на задворке Даниила отодвинул. И что к этому времени были забыты его особенные дары. Но царица говорит, что в дни твоего отца... И она, может сказать, восхваляет Даниила. И говорит, что этот может решать трудные проблемы. Или же на арамейском языке буквально в смысле означает развязывать узлы, он может. И таинство, тайна, которые заключаются в этой надписи на стене, для этого необходимо сверхъестественное вдохновение для того, чтобы раскрыть тайну. Поэтому в 13-16 стихе обращение к Даниилу. И в стихах 17-28 мы видим Даниилу ответа Даниила. И если вы прочитаете, что Даниил сказал, царю, дары твои, пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написано, я прочитаю царю, и значение объясню ему. И Даниил говорит, что его не интересуют награды. И в этом случае он реагирует как пророк, а не как мудрец. И некоторые предполагают, что Даниил отказался от награды до тех пор, пока, по крайней мере, царь не услышит, что же это был за сон. Но мы видим, что в словах Даниила мы видим, что Даниил идет на конфронтацию. И он ничего не принимает для того, чтобы как-то изменить послание. Вы знаете, когда существует какое-то финансовое преимущество для пророка. Тогда можно как расслабиться немножко, смягчить слова. Быть немножко дружелюбным, более дружелюбным. Но Даниил ничего в этом не имеет, ничего с этим общего не имеет. Он прямо говорит Слово Божье. Поэтому он говорит в 18 стихе. И до 21 стиха. Это урок истории. Он говорит, что во времена находа Носора он неправильно использовал власть, данную ему Всевышним. И также он применял силу власти, власть в свою смерти и жизни. И также он сам своим решением отстранял знатных. И так же Носор ввел себя развратно в том плане, что он думал, что или представлял себя в качестве Бога. Поэтому он говорит Белшизару, ты видел пример своего предшественника. И ты видел, что с ним произошло и чему он научился. Однако сейчас ты игнорируешь этот урок. И поэтому в стихах 23-24 мы читаем о грехе Белшизара. Ты проигнорировал послание. Ты превознялся. Ты осквернил Божье. Ты совершил идолопоклонство. Ты полностью не провел никакое почтение всему тому, что ты знаешь. Поэтому Данил делает ударение на том, что Белшизар несет ответственность за свои отношения, за свои действия. И вот эта гордость Волтасара сделала его слепым, так же, как это было с Навуходоносором. И так же, Навуходоносор, у которого не было примера Божьей истории, как Бог действует, ему была дана возможность изменить свои пути. Но ты, Белшизар, с другой стороны, ты с презрением и преднамеренно похулил Бога. Независимо, несмотря на все эти уроки, которые поняли твои предшественники. И поэтому теперь он предлагает свою интерпретацию в стихах 25-28. Это четыре стиха. И вот что начертано. Мене, мене, текелу парсин. Вот и значение слов. Мене, исчезли Бог царство твое, положил конец ему. Текел, ты извешен на весах и найден очень легким. Перес, раздвяно царство твое и дано медианам и персам. Тогда по повелению Волтасара облекли Данила в Багряницу, возложили золотую цепь на шею его, провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Волтасар, цар Халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62-х лет. В соответствии с еврейской традицией, надпись была написана на еврите, которые могли прочесть Халдеи, но они не могли понять значение. Это как «видиш», написано на еврите, но это другой язык. Поэтому надпись была в трех словах, в трех фразах, один под другим, и каждая из тех слов, это каждая фраза, это одно слово из пяти букв. Поэтому первая фраза. Вторая, вторая линия состояла из таких букв. И таким образом Данил читает сверху вниз и получает правильное решение. Буквальный перевод «мене», «мене», «шекел» и «полшекеля». И получается, это три названия трех монет, в каждом из которых двойное значение. «Мене», «мене» монета, которая есть упоминание в «Езекииле» и так и в «Ездре». И использовалась она в каждодневной жизни, в исчислении. Также это означает назначить, определить. Поэтому дни Твоего Царства исчислены. Второе – «текел». «Текел» с арамейского языка, для иврита, в иврите это «шекель», что другими словами означает «измерить», «взвесить». И «перес» означает «разделенный». «Перес» – это «разделенный», а «парас» означает «персия». Поэтому та награда, которая обыщена в седьмом стихе, теперь пришла к Данилу, он возвышен, он становится третьим властелином в стране. И это очень огромная награда. Я думаю, что Балтасар чувствовал это обязательство в том, чтобы возгодить Данила за его интерпретацию. Но все же это последняя ночь Царства. И в тот же вечер Царство завершилось. И как мы видим стихи 30 и 31. В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Поэтому конец Валтасару приходит в тот же вечер, в ту же ночь от рук вторжихся Медоперсов. Поэтому мировые империи подчиняются, либо ими руководит Бог изгнанников. И вы видите, какое впечатление приводит на вас смелость у Валтасара во время банкета. То, что Небухадоносор и Вавилон, они господствовали в истории. И что Бог Иерусалима был бессильным. Но это полностью противоречит тому, каким образом завершается эта история. И хотя нет никаких исторических ссылок в тексте в отношении Дария Медянина, следует указать, что нам известна история И как некоторые люди говорят, что некоторые из библейских историй были придуманы, либо это просто мифы. Потому что говорят, что нет никаких исторических доказательств, никаких археологических находок для того, чтобы подкрепить эти истории. Но постоянно, постоянно, постоянно археологи продолжают находить что-то новое, и что постоянно поддерживают и являются доказательством для библейских записей. Например, они говорят, что история Самоса, это был просто миф. Потому что они говорят, что нет такого города под названием Токоа. Археологи везде искали, но так не нашли этого города Токоа. Поэтому очевидно, что Амос — это фикция. До тех пор, пока, наконец, археологи нашли этот город Токоа. Да, возле Бифлеема находятся. Поэтому вот такого рода вещи происходят снова и снова. И критики Библии Они просто стыдятся, когда археологи находят что-то новое, что является доказательством для Библии. И таким образом Дарий принимает царство. На этой ноте заканчивается Бавилон. И начинается Медоперсидская империя. Дарий тогда был 62 года. И соответственно с еврейской традицией Он родился в тот год, когда Навгодоносора садил Иерусалим. И, можно сказать, Данил указывает, что Дарий был достаточно стар. Но этим он хочет еще что-то донести, указывая на его возраст. 62 года — это начало источника. 62 года прошло с того времени, как началось изгнание. И, возможно, семя этой упадающей империи Вавилонской в упадке были посеяны или насажены 62 года назад. И, как Писание говорит, он благословит тех, кто благословляет семя Авраама. И проклянет тех, кто проклинает семя Авраама. Итак, давайте, шестую главу откроем. Это история о том, как Дарий бросил Даниила в ров со львами. Поэтому шестую главу можно вот так разделить. Первые, третьи стихи — это указ Дария. Четвертые, девятые стихи Дарий подписывает этот указ. И делает это абсолютным требованием для всех. Как только персидский царь подписал указ, его невозможно изменить. В стихе 10-15 мы видим, что Даниил молится верно. В стихе 16-24 Даниил спасен во львином рву. И в стихе 25-28 Дарий тоже следующий указ издает. Так же в первых стихах мы видим, что Даниила, выдающаяся личность в персидской империи. Так же мы знаем, что у Дария были сатрапы, либо эти начальники. Над 127 областями. Даже 120 областей. И это же число было во время царя Ксеркса. Арта Ксеркса. Ахашверошу. В книге Эсфири его называют. Это муж Эсфири. Который правил с 485 года по 465 года. Даниил является одним из трех правителей, начальников, либо президентов над этими 120 сатрапами. Над 120 сатрапами. Поэтому каким-то образом Даниил проявил себя, отличился от других. Он выдающаяся личность. Он знаменательный человек. Но благодаря необычному духу внутри Даниила, Дария захотел назначить его не только над сатрапами в империи, но также над остальными двумя князями. Таким образом он становится вторым человеком в Персидской империи. Что очень похоже на то, кем был Иосиф в Египте. И в 4-9 стихах мы видим заговор. То, что Даниил достиг такого выдающегося положения, это провоцирует зависть. И другие пытаются найти предпосылки какого-то обвинения. Как его обвинить? Они пытаются найти какой-то подтекст для того, чтобы обвинить. Но все же эти коллеги Даниила никак не могут найти что-то к обвинению. До тех пор, пока они понимают, те не поймут, что он уязвим в том, что он верен Богу. И закон Бога Даниила, Тора, и закон Меда-Персов нужно их преднамерно столкнуть один с другим. Потому что он решил, что верность, его посвященность должна быть в своем состоянии начальника. И также начальники государства должны были быть очень религиозными людьми. Поэтому предъявляются требования к Дарию, чтобы необходимо вести поклонение истукану Дария. И такое ощущение складывается, что этот запрос был предъявлен от всех его начальников. И поэтому ошибочно Дарий подумал, что Даниил тоже принимал участие в этом решении. И, как мы сказали, закон царя абсолютен. И его решения невозможно отменить. И царь предполагает, что эти требования предъявляемые могут содействовать стабильности государства. Также содействуют его положению власти. Now, the law of the state was designed to be proof against evasion or subversion by the king's subordinates. Evasion. Let me back up. The law of the state was designed to be a safeguard by any kind of subversion of the king's subordinates. Subversion. Evasion. Getting around. Было закон государства для того, чтобы князя не смогли обойти закон государства. И в этом случае Дарий издает закон такой закон, чтобы даже он не смог обойти его. Он издал этот указ и сам застрял в этом. Он издал указ, в соответствии с которым Данил должен умереть. Он будет великие мучения. Но что же он может сделать? Потому что даже царь подчиняется законам, которые он издает. Поэтому давайте перейдем к следующему отрывку. The word gov here is an ordinary word for an underground cistern. Это обычное слово, которое описывает, говорит о цистерне, которая находится в земле. И это использовали для сохранения воды либо качестве тюрьмы. Если вы поедете в Иерусалим в субботу со мной, я могу вас повезти в дом, где Иешуа был в ночной ночи в тюрьме. Да, я могу вас повезти и показать то место, где Иешуа находился в тюрьме в течение одной ночи. За ночь до его распятия. И вы видите, что тюрьма это цистерна. И так, чтобы его нужно было туда спустить веревкой. И там не было никакого пути, если только его не подняли вверх веревкой. Поэтому вход в эту яму был сверху. Так что людей туда спускали и оттуда их поднимали. И известно, что персы унаследовали от ассирийцев. Практику такую, что они содержали львов в саду. Я только был в Адис-Абебе. Я там был недавно. И я проходил мимо президентского дворца. Хайли Селаси Хайли Селаси это еврей который был президентом в Абиссинии, в Эфиопии. И где-то сорок лет назад его выслали из страны. И там находился его президентский дворец. И там было много стражей, которые вокруг дворца охраняло его. Даже такая ограда была. Внутри они для охраны использовали львов, тигров. Это один из способов защиты главы государства. И, вероятно, также это для наслаждения, для развлечения, для того, чтобы посмотрел в окно. А там львы ходят. И я ехал там в Адис-Абебе по дороге. И они говорят, что у них там еще зоопарк есть. Все, возможно, львы в зоопарке. И они сказали, что один раз там лев убежал из зоопарка и где-то гулял по городу. Это был очень радостный момент для каждого. Но, к счастью, не смогли убить льва, прежде чем он кого-то убил. И Хайли Селаси, он был из эфиопских евреев. И он называл себя львом Иудой. Наверное, в этом он суетно и слишком суетно провел себя. И такая же суетность, которая была у Дария. Который в этот момент готов был принять поклонение своих людей. И поэтому увидим в стихах 10-15 обвинение против Даниила. И как мы видим, жизнь в России не оказывала давление на исполнение еврейских традиций. И соблюдать Шаббат очень легко, если вы живете в Израиле. Я жил в Израиле 15 лет. И соблюдать Шаббат было вполне естественно. И невозможно это было игнорировать. Но я знаю, если вы в Нью-Йорке живете, в Калифорнии, где также живут сотни тысяч евреев, это намного труднее соблюдать Шаббат. Нужно прилагать намного больше усилий для соблюдения. Также возникали трудности в рассеянии, в том, чтобы соблюдать законы еды, законы Кошера. И периодично в местах, жители были выставлены от права к экзорсизировать церквизи. Но, вероятно, несколько недель назад в один из государственных органов Соединенных Штатов предложил закон, по которому закон, по которому нельзя делать обрезание в штате Массачусетс. Конечно же, они отказали, чтобы принять этот закон. Но, представьте себе, даже в том, чтобы предлагать такой закон в современные дни. Но также есть много других мест, многие другие времена, когда запрещалось обрезание. Мы знаем, что Сталин так сделал. Да, Сталин, в самом деле, массакировал всех людей, которые могли совершить обрезание. Также, когда он открыл все школы для подготовки раввинов, он убил всех тех, кто совершал обрезание. И что привело к целому поколению евреев из России, из СССР, которые не обрезаны. Также, раввины говорят, до тех пор, пока вы не обрезаны, и пока ребенок не обрезан восьмой день, технически он не является евреем. Технически он не является частью заветного народа. Именно обрезание плоти и излияние крови это вводит завет в действие. Потому что что же будем сделать с этими сотнями тысячи русскоговорящих евреев, которые теперь эмигрируют в Израиль? Либо в Нью-Йорк. Я скажу, что мы делали в Нью-Йорке. Когда я говорю мы, я имею в виду еврейская община. У них были вечеринки по поводу обрезания. Куда приходили сотни, ну, несколько сотен мужчин. И они все устраивались в очереди и их обрезали. Для того, чтобы стать официально евреем. Конечно, не всем нравилось прийти на эту вечеринку. Кроме того, многие из русскоговорящих евреев говорят, что я страдал за то, что я был евреем всю свою жизнь. Теперь я приезжаю в Америку, и мне надо это сделать, чтобы стать евреем. Забудьте, я это не делаю. Поэтому они проигнорировали обрезание. Но те, которые более религиозно настроены, так и сделали. И вот еще в обстоятельствах Данила поднимается другая проблема. Это не просто шаббат, либо закон о кошерах, либо обрезания. Но это даже молитва. И когда Данил слышит о запрете молиться, он просто продолжает молиться. Он игнорирует законы царя. Почему? Потому что закон Бога выше, чем закон любого человека. Мы должны быть подчинены государству но только в той степени, которой государство не нарушает Божий закон. Но когда государственный закон нарушает Божий закон, тогда у нас не остается никакого выбора, только выбрать Божий закон. Потому что мы живем по слушанию Господину Вселенной. И именно такое было отношение у Даниила. Вы можете записать ссылку в Матфея, 6 глава, стих 5-6. И позже прочтите. Поступок Даниила был более революционный, чем это не был бунт или восстание. Он не хотел бунтовать. Он просто хотел оставаться с Богом. И также он признает, что существует высшая сила. И также Даниил следует своей привычке молиться. Но именно эта практика его выделяет из других людей. И нет никаких других ссылок на кого-то человека, кто молился бы 3 дня в день. И также мы читаем в Писании регулярная молитва и также положение тела во время молитвы. И у меня есть несколько отрывков, которые об этом говорят. Преклонение становиться на колени, либо пасть ниц. И это указывает на самоунижение, самоуничижение в каких-то серьезных обстоятельствах, либо когда существует какая-то нужда. И когда существует какой-то торжественный момент, кто-то падает, ниц. Либо же особенная нужда, большая нужда, мы преклоняемся. И мы видим, что Даниил находится в своих покоях. Это была комната, используемая для личных встреч, либо для молитвы, либо для принятия гостей. И также эта комната была роскошная. И окно этой комнаты выходило к Иерусалиму. И это была естественная практика в библейские времена. И даже в наши дни синагоги будут так построены, чтобы обратиться лицом к Иерусалиму. Поэтому нечестивые люди подталкивают царя к тому, чтобы кто-то издал этот указ. И сам царь после своего указа видит, что он глубоко расстроен. И он пытается найти какой-то способ, как избавить Даниила. Он борется, прилагает все усилия, чтобы каким-то образом спасти Даниила. Но царь не может отменить закон. Иначе таким образом весь социальный порядок будет разрушен. И в конечном итоге само государство придет к коллапсу. Хорошо, я думаю, что я видел знак. Просто минуту, просто минуту. Александр, поднимай знак снова. Поднимай знак снова. Поднимай знак снова. А, я вижу, что написано на стене. Да.